Наталья Коженец – умная, ответственная, справедливая, понимающая. О её профессиональных и человеческих качествах можно говорить долго, считают её подопечные. Педагог обучает младших классах на протяжении 10 лет. Первую школу Магаса устроилась в 2017 году. За это время выпустила один класс. Выбрала эту профессию Наталья Коженец не случайно. Поняла, что хочет работать с детьми ещё в школе. Это её призвание. Очень хорошо помню своих педагогов, своих учителей, своего первого учителя. Когда приходила Валентина Афанасьевна, у нас сердце замирало, глаза открывались. И мы полностью растворялись в этой школьной жизни вместе с ней. И так пролетели незаметно три года. В начальной школе мы в ту пору учились три года. И потом, уже перейдя в среднее звено, опять же, мне тоже очень повезло с классным руководителем Валентиной Ивановичем Орёвой. Она нас тоже очень много учила жизни. Мы жили вот такой жизнью. Мы даже не столько учились, но в учёбе она нам говорила одно правило. Садитесь за уроки, скажите себе слово «надо». Вы его три раза себе скажете, и потом обязательно всё выполните. И даже не заметите, как вы сделаете. И вот какие-то такие маленькие вещи, которые оставались в памяти, и дальше вот уже пришло решение пойти учиться в педучилище. Каждому ребёнку нужен особый подход. В этом возрасте формируется характер и собственное мировоззрение. И здесь важно не только давать знания, но и прививать вечные ценности, кладывать нравственные понятия в своих учеников, что и старается делать наша героиня. Вот когда мои дети сидят и работают самостоятельно в классе, какая-то самостоятельная работа, либо контрольная работа, вот иногда такое чувство, правда, охватывает полной любви. И когда ты смотришь на каждого ребёнка, вот как он вкладывает свои силы, с каким старанием вот эти знания пытается вспомнить, выполнить. Кто-то старается написать красиво, кто-то исправляет свою ошибочку. И вот, знаете, это те моменты, ради которых стоит и работать учителем, и жить дальше. Свою любовь к учителю не скрывают и школьники. Дарья Мирошник и Яна Козлова окончили начальную школу три года назад. Однако всё так же. Обращаются к Наталье Николаевне за советом. Она научила нас не только знаниям, но и научила нас жизнью и всему хорошему, ну, конечно, дисциплине. Наталья Николаевна очень хорошо объясняла русский язык, да и, в общем, все предметы. Благодаря ей всё это запомнилось и не приходилось переспрашивать. Было всё понятно с первого раза. Коллеги в первую очередь ценят в Наталье Николаевне профессионализм, сосредоточенность и уникальную способность раскрыть в детях потенциал. Она пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. К ней можно обратиться с любым вопросом, попросить о помощи. Она никогда не откажет. Она охотно делится своими знаниями и опытом. Не остаются в стороне и молодые учителя, которым она оказывает методическую помощь. Всероссийская акция «Учить, вдохновлять, развивать» показывает значимость роли педагога и наставника воспитания личности, повышает престиж профессии учителя. Такие акции имеют огромное значение. Во-первых, это повышает статус учителя. Во-вторых, для учителя учитель тоже понимает, что он нужен, что он не замкнулся на своем пространстве, а что это важно вообще для общества, для страны в целом. Учитель в жизни каждого человека играет особую роль. Подобные акции – это еще одна возможность сказать спасибо представителям этой профессии. Малика Измайлова, Абдулла Халухоев, Новости 24.